всем привет сегодня мы кушаем лаваш от жени он делал самостоятельно и будем варить вместе с вами шин рамен это вот эта пачка сейчас водичка у нас кипит пока добавим яйцо нам понадобится так и тут у нас значит мясо сангипсаль и жареный чимчи мы тоже добавим сюда для начала я добавлю вот это мясо сангипсаль и чимчи тут у нас еще нам код помогает нам его помощь не нужна женя потихонечку меня спрошит кому надо было передать привет но мы опять не посмотрели по-моему звали абдурахман или я вчера по-другому сказал мы обязательно всем привет от жени на вообще почему не только ему а вообще всем все тебе так любят все тебе пишут значит что мы имеем шин рамена мы имеем овощи и вот это паста паста это порошочек ташида ты можешь пока кушать лавашка как будет вариться так подождите сейчас папа будет вариться сейчас я буду так она должна немножко повариться а мы пока покушаем давайте лаваш как же я это сделал вкусно а жень ты чё пьешь ты воду а я колу так уже можно я поломаю я ломаю лапшу обычные и не ломан просто и разница показать ковородочку так это я взяла для мяса вообще но я хотела вам было видно поэтому есть вообще есть побольше и в ней варится рамен но у нас маленького мы взяли поэтому там вот мясо мы жарили немножко плохо видно вот такая красота у нас все готово у нас есть сковородочки но вам было бы не видно так зато вам прекрасно все все только ради вас ну давайте наконец-то уже попробуем на ваш вкусно здесь еще есть кетчуп а у меня с сыром еще и майонез смешаем будем еще макать дополнительно смешали ну какая вкуснота как всегда они у нас прям там давай упалим Приятные новости Женя Сдал экзамен по какому, Жень? По английскому Он занимается в онлайне Вот Заработал 80 баллов Какой молодец Что нового в школе, Женя, было сегодня? Сегодня? Угу Ну, в общем-таки, ничего Только дождь Женя, уже можно кушать Я выключу, да, наверное? Угу Сейчас добавлю вот это Бульон У нас сегодня был дождь, да Завтра, кстати, уже не будет дождя У нас прекрасная погода скоро будет Весна Мы хотим поехать В Тегу В Тегу есть парк Тоже один из больших Вот я хочу туда Женю свозить Мы, правда, были уже? Когда ты маленький был Ты, наверное, не помнишь Угу А что, вкусно получилось, Жень? Ну-ка, давай попробуем А оно еще не сварилось Не сварилось еще? Ну, лапша Сверху твердо Надо помешать Оно сварилось Так, давайте заценим Ммм Готово, Жень? Я, например, люблю Лапша, когда не сильно Жень, вот здесь чимчи есть Ну, старый Ммм Все, я выключу? Угу Борошонок, простите Вообще, корейцы Очень часто пользуются Вот такой плиткой Когда ездят на кемпинг Сюда берут с собой А также дома Вот жарят, парят Мясо с ангипсаль А я вот решила тоже Заказать купанги За 30 тысяч вон я купила Я купила за 30 тысяч вон И отдельно вот газовые баллончики Дальше На канале есть видео Где мы Кушаем мясо Вот как раз на этой плитке Мы жарили На видео мы не стали жарить Потому что Масло чуть разлетается И шумно В следующий раз Вместе с вами Сварим Путиге А также Покомпап Кто-то просил видео Не видео Рецепт Кто-то просил Покомпапа Вот как раз на видео Вместе с вами приготовим И покушаем Вот я например Не буду себя хвалить Но я сейчас себя похвалю Я делаю очень вкусный Покомпап Мы ходим часто В корейские сектаны И если честно Мой намного вкуснее Мой покомпап Он не такой Что я Его переделываю На европейский А я делаю Именно по-хангукски Даже не вкусный Покомпап Вот это яйцо Вот здесь вот так Сделать И будет вкусно Мой У меня кот. Вам, скорее всего, его не видно, что он тут тоже с нами. Поддерживает. Что-то мы не выбрали тему для обсуждения. И вообще, такое настроение сегодня. Я пришла, а Женя мне говорит, мам, что ты ворчишь? А вчера у Жени не было настроения, да? У всех, видимо, весеннее настроение. Ммм. Кот тоже добавляет. Кстати, у кота, вроде бы, должна быть линька скоро. Так у него сейчас у нашего кота линька, ты что, не заметил? Нет, с него прям большие плавочки из шерсти будут оставляться. Так все в ее шерсти. Да, ужас какой-то. Такое животное. Ваше животное сейчас тоже так линяет. Потому что у нас сейчас наш кот прям лезет очень сильно. У меня раньше, в детстве, были животные. Собаки, кошки, змеи, черепахи. Но у нас они держались максимум неделю. Но вы не подумайте, что мы с ними что-то делали. Мы отвозили их просто к бабушке. То есть они у нас перекантовывались. А потом мы отвозили их к бабушке. А у бабушки был свой дом на земле и двор. И, естественно, животным там хорошо. Поэтому я не знаю, что такое животное. И вот первый раз я столкнулась. А кошек я хотя сама вообще не люблю кошек. Я так думала. Но оказывается, когда вы заводите животное, не важно, какое кошка, собака или что, вы берете на себя ответственность. И это уже для вас как член семьи. Вы переживаете за него. Кормите, поите. И, помимо этого, настроение. Как чувствует тонко настроение ваше животное. Если у вас нет... Вот я, например, прихожу иногда, у меня нет настроения. И вы знаете, вот он иногда... Вот если у меня такое настроение, что мне хочется, чтобы его кто-то не поднял, поддержал. Он начинает со мной браться. То есть он меня отвлекает от моих каких-то проблем, например. А бывает, когда я просто зла и не хочу, чтобы меня трогали. И вот животное прям так чувствует. Он ко мне не подходит. А иногда, когда мне хочется ласки и заботы, он ложится вот рядом со мной вот и чувствует. Вот я опять-таки сегодня пришла вот немножко такая агрессивная. И он начал вот на меня прыгать своими лапками. То есть заигрываться. А я ему говорю, так, Лео, ну-ка не надо. И он раз... И вот все понимает. То есть когда мы его в клинику отвезли, он там пробыл, по-моему, 4 часа, дом уже вот настолько пустой без него. Уже не хватает. А когда мы снимаем мук-банк, вот у нас здесь есть стол. И вот там, где камера, напротив он садится, вот так вот сядет и слушает. Он тоже наш зритель. Один из первых. Вот так вот. Так что теперь как... И знаете, он не мяукает даже. Вот он мяу не говорит. Вообще коты я никогда не это... Они говорят мяу. Иногда мне даже кажется, что он говорит мама. Ну честно. Ведь мне так хочется слышать. Но он говорит как будто мам-мам. Когда он как будто плачет, когда я ухожу куда-нибудь. Не любит закрытые двери. Жень, чем чай кушай, а то я вот сюда поставила, чтобы было видно зрителям. И от тебя спрятала. Не видно. Так что, если вы заводите животное, вы должны хорошенько подумать, готовы ли вы взять на себя ответственность. Потому что животное, он как маленький ребенок. И потом уже нельзя его никуда. Вы уже должны быть с ним. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забудьте подписаться, поставить лайк и напишите комментарий. Всем пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok